так я остановился на том что мы проводим измерению над входным и первым осцилляторами нас изменяет состояние при этом 2 на во втором канале у нас что получается первая часть она отвечает тому что мы подавали на вход и потом идет некоторая добавочка она добавочка состоит вот если в x квадратуре из двух частей да то есть это от сжатого осциллятора квадратура плюс некоторая классическая величина это для x квадратуры для y квадратуры тоже некоторая классическая величина плюс некоторое такой корень слагаемое которую мы заработали за счет преобразования кубической фазы вот при этом то есть до измерения она отвечала вот она слагаемая альфа плюс ys после измерения так как у нас значение лежали счет сдвигать только в положительной области нас остается только положительное значение вот этого корня да извините у вас на схеме опечатка это на как раз красном квадратике на схеме вверху справа вас два раза милиции или это не опечатка это не опечатка два раза меряется игрек так и меряется а как он измеряется после этого что ничего не меняется меняется полностью изменилось измеряли это получили информацию автосистему системе привет но в нынешней развитие квантовой механики это конечно не так как я это якобы круто сказал еще ты приветик нет нет александр сергеевич это так как вы сказали мы измерили входной канал и первый канал соответственно они пропали это единичное измерение они пропали а остался только состояние во втором канале которое эдуард и записывает спасибо одно и первое мою пользу простите эдуард давно не считал я вот не понимаю этого разница может быть я на скорее всего не прав я не понимаю вы назвали фототок и написано здесь фототок а при гамадином они почему не гетер один то есть вот он как-то пропорционален как оператор оператор оператором самих полей полевым оператором напряженностям так таким там компонентом только квадратуры хорошо так это правда разве это такой бывает на фотодетекторе такой фототок да это баланс на гамадинное детектирование грубовато ну грубо говоря если да нет а грубо говоря если у вас фотоны падают и умирают на светочувствительный поверхность слое фотодетектора то это повреждать и вот так потому что они пропорциональной интенсивности это не надо путать так сказать законом ома полистационарных токов кусте железа но у нас фототок пропорциональной интенсивности вот до интенсивности будет пропорциональной квадратуре осциллятора кусочек ее да она будет пропорционально квадратуре умноженные на другую что ли да умноженные на амплитуду локального осциллятора кусочки квадрата суммы я представляю себе простые вещи слов очень много новых закон ома или закона фотоэффекта они меняются данном случае именно фотоэффекта потому что внутреннего вот имеется все все откуда он значит потон отдал ну спасибо по поводу обозначения я может прослушал игре с 1 это что так мир нет а сейчас где она у меня тут сейчас в измеренных величинах это вот это что это измеренная или что да давайте я просто вернусь туда где она была так будет сейчас то что с шапочкой не может быть измеренным да она не измеренная это вот сжатая квадратурой одного из ресурсных осцилляторов ну тогда просто чтобы нет сориентироваться покажите вот в тех формулах которые вы сейчас показываете что измерен измеренной величины измеренная величины вот она y1 м и y и на первом канале да да в первом канале его входном его здесь тоже y1 то есть то что она во первых потеряла шапочки во вторых приобрела индекс м понятно чтобы так их выделить спасибо так помним что у нас y1 до м но пропорционально фото току и у нас здесь есть как раз слагаемая которая отвечает за наш дик то есть если я сделаю достаточно большую альфу то я и сделаю большим в среднем y1 м да то есть это то что у меня в руках поэтому я могу смело сказать что y1 м да вот это слагаемое больше чем все остальное что у меня есть под корнем и тогда этот корешочек я могу разложить в ряд оставив только первое слагаемое по малости итоге получается что в игре квадратуре у меня вот такая вот сумма то что осталось да это чтобы мы приобрели после разложения корня как не сказать это лихо разлагали в обряд по игре с ван игра 1 и делится на на всякое другое нет ни грек один м по классической величине до классическая величина и квантовая то есть их отношение маленькая поэтому я по нему раскладываю и как по малой величине но это если ожидать что игр с один большой или достаточно вот этих сдвигов если ожидать что игрек один м да она большое что я могу обеспечить сдвигами она пока что он там всякое разный функциональный анализ он имеет там норму и так далее но ведь идет о том что все-таки его значения которые могут обнаружиться вот этот игрок с 1 да они заведомо достаточно будет велики игрек один м игрек один александр сергеевич и мы специально обеспечивали такой большой сдвиг на большую величину альфа а насколько большой эдуард будет анализировать отдельно чтобы все это работало лихо лихо спасибо то есть потом я еще все эти приближения еще раз буду оправдывать для своего спокойствия для вашего в том числе вот таким образом дальше мы можем сдвинуть квадратура до во втором канале тем самым скомпенсировав сдвиги по результатам как бы наших измерений то есть мы можем вот эту величину скомпенсировать она классическая это слагаемое можно убрать и то же самое можно сделать для из квадратуры убрав вот это слагаемое тоже который отвечает только классическому величины в итоге на выходе мы получаем входное состояние как и в предыдущей схеме который рассказывал татьяна юриевна у нас в x квадратуре наш шум который подавлен преобразовала коэффициентом преобразования сезет вот а вот в игре квадратуре у нас чуть более страшный такой зверь он содержит с одной стороны до две сжатые квадратуры при этом он еще меньше в корень из измеренной величины которую мы сказали что она большая но у нас еще есть одно слагаемое которое пропорционально x квадратуре входного поэтому основная ошибка будет задаваться именно им то есть если нам удастся сделать здесь достаточно большим то мы можем надеяться вот этот член сделать меньше чем был бы для обычной телепортации вот посмотрим собственно какие нам нужны для этого сдвиги чтобы такое обеспечить ошибку мы оценивали как как величину среднеквадратичной флуктуации ошибки то есть мы брали наше выходное состояние убираем из него состояние входного у нас остается только ошибка возводим в квадрат и усредняя да простите а что это она ошибка слова так что они подвергались разным преобразованиям ну вот она показывает то насколько наше состояние на выходе отличается от того что мы хотели чтобы на входе то есть то что мы телепортировали их син и игрокин это что мы сейчас забыли про все что в середине мы вспомнили что на входе было какое-то входное состояние которое мы хотели телепортировать таким черным ящиком а на выходе получили заработали состояние описываемое квадратурами x-out y-out вы смотрим насколько телепортация прошла удачно то есть ошибку телепортации у нас же схема эта схема телепортации то есть мы хотим перенести состояние со входа схемы на выход схемы хотя на юрина кто переход а кто переносит все ресурс который мы используем нет какой какой вот там ток уже был нет смотрите мы же не все я понимаю телепортация но это передача информации если вы организуете это и поэта будет кому-то там служить но нам до этого по физике дело нет а какой процесс значит в это все что тут посылается на фото детекторы ровно такой же процесс как в обычной схеме телепортации то есть смешивается с ресурсом часть измеряется и по результатам измерений сдвигается состояние внеизмеренность действительно от одного но не будем говорить о межправительственных сообщениях от одного дела от девушки парню или наоборот через некоторое расстояние посредством того ресурс это кто носитель да ресурс это то состояние с помощью которого производится телепортация то есть то что расшаривают между собой алиса и боб вот именно значит они вообще сидят могут сидеть даже в разных странах канал связи понятно но вот в этом канале связи вот все эти вот вещи заканчиваются и начинается на одном конце пусть это будет действительно боб и дальше идет сигнал и сигнал этот может быть совсем не оптическим и может быть на километры и даже тысячи километров второй канал нижняя линия как раз соответствует тому саму сигналу который пошел ну вот и теперь значит вот вы сравниваете просто результат на другом конце линии связи и сверли так а сам социальными 8 лет и вот он характеризуется уже символом out индексом out да ну и все но он той же природы и и что же сравнить то что у нас пришло бобу с тем что отправляла алиса ну вот сейчас значит именно квадрат а дальше вот такие скобки то есть это среднее значение математическое ожидание когда эти икс и они в каком смысле понимается смысле усреднение на множестве сигналов или на одном сигнале вот так как написано это среднее математическое ожидание наблюдаемых разницы наблюдаемых да икс out с крышкой и икс in с крышкой и вот это есть усреднение уже действительно по ансамблю без всякой патологии или не патологии без всяких мнений и споров по квантовой механике насчет ансамблевых а это вот действительно среднее значение да но это не обрадует алису даже если это будет очень мало потому что все таки ну нет это хорошо конечно но на множестве приветов он приветик передает какие может каждый хочется порадоваться а это на множестве на множестве привет александр сергеевич мы еще дойдем пока оценки грубые давайте вот в качестве той же самой приблизительной оценки до для величину y1 которая измеренная мы ее оценим как также я средняя которая равно 3 которая пропорциональна квадрату альфа таким образом у нас ошибка в игре квадратуре на обратно пропорционально в среднем обратно пропорционально квадрату нашего сдвига поэтому переносить переносимся на рисуночек у нас с увеличением альфа ошибка в среднем уменьшается при этом красная линия это ошибка для классической схемы телепортации при максимально возможном на данный момент сжатии там минус 15 5 децибела а вот то есть в той схеме которую я самом начале говорил с двумя двумя сплиттерами она может обеспечить только вот такой вот только такую ошибку то есть если мы обеспечим сдвиги где-то при примерно больше семи то мы в среднем получим ошибку меньшую чем для обычной телепортации что по крайней мере дает хорошим так хорошей надежды на схему так почему вот здесь вот пару слов почему там идет пунктирчик потому что при малых альфа у нас становятся неверными все те приближения которые мы совершали поэтому и вообще если альфа будет если его не будет то вообще будет у нас код шрёдингера какой он вадимыч и соответственно флуктуации там ни о каком сходстве с тем что мы хотели телепортировать и речи не идет поэтому ошибка нарастает очень сильно вот значит борьба с ошибкой которая в левом нижнем углу до ошибка дельта я игре в квадрате она из-за того что туда везет x-in в основном x-in то есть то есть мы ее и пытаемся забить за счет дега альфа я что хочу сказать пока мы не ушли далеко от этих мест а вот момент ли не аризации когда вы корень лагаете по считая малыми вот эти операторные добавки с которых шапочки если вы получаете ли не реализованную систему что вся вся эта история то есть выходные квадратуры являются линейные комбинации входных квадратур с коэффициентами которые вы оптимизируете но по-моему это в точности отвечает выпрямлению кусочка параболы точности но генеризация это когда вы наклонный кусочек параболы заменяется напрямую и считаете что его можно считать спрямую по сути да мы здесь посчитали вот взяли вот кусок кусочек от параболы которые мы получили кусочек от кусочка и его в окрестностей измеренной величины ли они резовая да но по моему вот эту фигурку какую по фигурку я имею ввиду несколько слайдов назад был нарисован нарисована плоскость для второго осциллятора после кубичного вот это вот эту фигурку вот это самолетное крыло как раньше объясняли самолетное крыло кстати похоже вы выпрямляете эти приближения было примере нет 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 не все крыло выпрямляем а только в окрестности конкретного измеренного значения ym но тем не менее производится выпрямление то есть не хочется выпрямить все крыло хочется только в окрестности определенного ym немножечко его подпримить я хочу что сказать что если бы вас вместо крыла была прямая такая вот фигурка примерно тех же размеров вы получили мы тоже самое на таких же размахов не совсем все таки у нас же крыло чем больше мы будем чем больше нас будет из измерено значение тем дальше мы по этому крылу как бы сдвигаемся и всем мире те в пределах в пределах я что хочу сказать что если вы это крыло распрямите вот мне так кажется то в общем получится да но оставить его с теми же характерными размерами и толщинами то получится то же самое а получите вот это крыло распрямленное можно гауссовыми методами применяя снова что-то не сезет а применяя гауссово преобразование вот у вас там было еще перед этой картинкой еще перед перед этим слайдом еще перед этим слайдом там было вот эти три эволюции а тут у вас извиняюсь я неправильно понял это для трех осциллятора эволюцию осциллятора самом нижнем канале вы детально не разрисована я хочу сказать что если я раз что такое же вот крыло только прямое можно получить гауссовыми операциями иван владимир если можно было то ничего бы и делать не надо было потому что хватало бы сжатия тогда на все про все а мы же стартуем с того что сжатия не хватает то есть предельная степень сжатия которую можно получить гауссовыми операциями вот эти вот 15 половиной децибил которые эдуард указывает это вот то что умеют сейчас это самый край и тогда этого этой точности не хватает для квантовых вычислений основанных на телепортации поэтому мы стали двигаться в эту сторону то есть чтобы не гауссовые операции подключить к этому процессу вот то что как бы мне кажется что эквивалентно этому построению ну вот в смысле распрямления крыла она содержит вот значит операция которую можно было подключить по моему гауссу эта операция так называемая ну по-английски sharing deformation деформация сдвига а это деформация сдвига она сама по себе внутри содержит еще одно сжатие то есть по моему подключая вот эту негауссовую эволюцию я не сто процентов не ручаюсь но потом распрямляя крыло вы снова возвращаетесь гауссовой эволюции откуда возникает улучшение от того что вот это перекос как бы вот так вам надо на бок было ну вот так вот у вас довольно остренько смотрит направо это можно сделать операции сдвига гауссовой а она формально внутри себя содержит это следует из ну науки симпликтических матрицах и на другом языке из представления блохо мессия любой гауссовой какого ваня представления блохо мессия мессия это автор учебника да тот самый мы по-видимому тот самый да вот и поэтому и лучше то если я прав если то что вы делаете но как бы может быть получено гауссовыми приемами то то что вы делаете оно дополнительно подключает гауссов ресурс дополнительный с 1 с 2 который сидит в операции вот этого деформации сдвига вот на и такое ощущение вообще-то деформацию сдвига простите нам разрешат маленькой уже разрешили подходим видимо концу по поводу этой линеаризации понятно что линеаризация вот это еще до середины не дошли мы до середины на квадратный там же вращен уже такой деформации действительно линеаризации так что наверное это просто так и есть если это после извлечения квадратного форме весьма приближенного вот этого да после этого осталась и единиц и привет иван владимирович скажите пожалуйста сдвига это то что мы вспоминали с вами про параболы вибронной системе в электронной колебательной но там я не вижу никакого сжатия там есть и рождается фигурентное состояние сдвиг нет не так нам еще что-то наглядных образах объяснить без формул рисуете на фазовой плоскости эллипс или что угодно что представляет область неопределенности затем представляете что это фазовая плоскость сделана из резины берете за левый конец рамки да 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 вы говорили за левый за правой и тащите один конец вверх другой вниз я понимаю нужно это однородный операция неоднородная в пространстве фазовой плоскости как раз однородная потому что сетка вот мы нарисовали на фазовой плоскости прямоугольную сетку но она поворачивается не поворачивается берете заключаете это все в рамку из палок да вот тут как раз левую сторону рамки тащите вниз а правую вверх у вас прямоугольная сетка представлена превращается в рамбическую и вот это есть гауссовая операция она называется sharing deformation sharing однако все время возникает при этом ну ладно это когда надо определенно делать да да конечно это все формула вот по моему вы пользуетесь в сухом остатке от не гауссовой операции тем что в ней есть гауссова момент линеализации ну это впечатление не более того ну давайте тогда перейдем ко второй части она собственно на самом деле во второй части мы пройдемся еще раз по этой же схеме но немножко с другой точки зрения мы уже я проанализируем на языке волновой функции и без каких-либо в приближении в принципе то есть ничего не отбрасывая без линеаризации и так далее там подобно обратите внимание иван вадимович без линеаризации и тому подобного с этим согласен то есть что значит согласен был вполне благородно но порадуемся есть есть приближенная рассмотрим приближенная просто это в пику тому что вы говорили если все сойдется с предыдущим результат давайте берд а то время время вас поджимает сойтись вполне может и у нас наташи тоже прекрасно сходится потому что приближение линеаризации иногда работает очень хорошо давайте давайте сойдем их чтобы все было хорошо вот ну и попутно убедимся что нигде не сделали чего-нибудь недопустимого так далее там подобного вот на вход системы у нас опять же есть три осциллятора входной в некотором состоянии неизвестном и два состояния в сжатом все так же одно сжато по игреку другой сжато по иксу раскладывать я буду по собственным состоянием x оператора иногда переходить к собственным состоянием игрек оператора друг с другом они связаны с помощью симметричного преобразования фри но вот повторяем операции сначала смещение сдвиг нашего эллипса затем преобразование кубической фазы потом так как у нас вот в гамильтониане оператора связать у нас все сидят иксы переходим к разложению по иксу да то есть нашего то нам был вот этот волновая функция все два с двумя штрихами это волновая функция нашего негоуссового ресурса смещенного замечательно как уже когда действительно а спира он уже не боится мат физики понятно вот эти все они кто они просто только функция что ли так вы называли собственными состояниями оператора координаты нет я меня не надо бояться я вас на все хорошо я не боюсь вчера была реформа объявим больше у нас не будет у физического факультета будет институт нас бы сделали институтом вот так вам и будет а мы всего лишь факультет известно что у нас нет научных работ имели честь когда-то закончится так дальше перепутываю два преобразования 2 сезета сначала 1 со вторым если до этого меня было до перепутывания прямое произведение то дальше у меня уже полная функция уже не факторизуется из-за экспонента и потом еще раз перепутываю входное состояние уже уже перепутанными первым и вторым осцилляторами да в итоге состояние все вот трех осцилляторов задается вот такой волновой функции пункт след следующий измеряю так гомодинное детоксирование по сути это проецирование на собственное состояние игре квадратура которая соответствует вот измеренным невеличинам тогда я проецирую мою волновую функцию меня здесь что остается на входное состояние его волновая функция волновая функция здесь кусочек это от него у своего ресурса и в 1 от одного из сжатых осцилляторов если обратите внимание она не только сжаты но еще и еще в же раз уменьшена это вот как раз наше уменьшение шумов за счет высовых коэффициентов по x квадратуре и все это дело нормировано на величину п которая у нас зависит от измеренных а кто нормирован не иначе как вы я ее сам нормировал очень серьезный решение очень серьезная очень серьезного вопроса результатом измерения является новый вектор состояния который идется нормировать а не только скалярное произведение скалярное произведение число а теперь вы получаете вектор состояния произведения интерпретировался заранее как вероятность чего-то там будет здесь результатом измерения то есть вот по сути по это вероятность не нового вектора состояния не очевидно можно есть просто слопать и все потом лучше не говорить об этом что слопать я просто хотел еще пояснить что вообще п величина п до которая у нас от x от измеренных величин зависит она и соответствует кроме того что она нормировка нашего на функция нас еще соответствует тому что при измерении мы получили именно эти значения значения получили записали дамы второй раз можем и третий мало вот каждый раз что восстановлен новый вектор состояния результат как результат процедуры который вы называете измерением по-другому называли каждый моде редукция составе редукция фон нейман и она определила имел в виду может и не написал элеменный представленный операторами дискретным спектром или по крайней мере измерения величин той области где спектр собственно собственных значений можно выделить поточечно александр сергеевич ничего принципиально не меняется при переходе от дискретных к страшным меняется что когда вы с помощью фото проявленный фото пластинки закрепленным изображением наружу эти пятнышка фото на который туда лягнулся уже давно нет того как он исчезли диссоциации какого-нибудь молекулы галлиниги соответственно галлиниги из которых сделала пластинка так причем сердечек ведь никто же не против что его нету нам эти два канала и не нужны дальше это так замечание потому что иногда уж очень и вот довольно к сожалению иногда часто иногда уж очень часто ссылаются и упорно на постулат фон ноймана если вы например спросите давидовича ландау и гения михайловича как они в третьем томе по этому поводу написали они почему-то они часто по разным поводом банка он не упоминает будет но тут они совсем не упоминают постулат фон ноймана даже противоположное но дело фиксация одного результата в результате как результата одного измерения другое дело построить создание условий формирующих новое да при помощи чистое состояние квантовой системы александр сергеевич это не одно и то же я надеюсь мы с вами одинаково раньше понимаем существование экспериментально доказанной телепортации непрерывных переменных подтверждает эту точку зрения что непрерывных переменных можно действовать точно так же а это экспериментальный факт давайте дойдем до красивых картинок у нас просто три минуты осталось я поэтому думаю может перезагрузиться хорошо давайте перезагрузим и посмотрим на хорошие картинки давайте давайте